Всем привет! С вами Алисия и сегодня я снимаю видео на конкурс от канала Купи Ребенку ТВ. В этом конкурсе нужно было представить свою игрушку питомца для героини Монстр Хай или Эвер Афтер Хай. Я решила сделать игрушку для персонажа Купидон, потому что у Купидона нет питомца. Она хотела бы иметь питомца, но в мире очень много разных животных и она не может остановиться на одном. И я сделала для нее вот такую вот игрушку, ее питомца. Ее зовут Пуфлесса. Кто же такая Пуфлесса? Давайте сейчас поподробнее об этом узнаем. Итак, я сделала небольшой комикс для того, чтобы вам рассказать о истории Пуфлессы. И придумала небольшую историю, как Пуфлесса должна познакомиться с Купидон. Пуфлесса это небольшое сахарное облачко, совсем маленькое. Пуфлесса живет и путешествует вместе со своей семьей и друзьями. Но однажды Пуфлесс отстал от своей семьи, так как она очень маленькая и не успевал за своими друзьями. И как мы знаем, облако не может быть одним, оно всегда со своей компанией. И когда Пуфлесс осталась одна, она стала падать вниз на землю и упала в реку. По легенде, облако не может быть одним на небе. Как мы знаем, мы видим облако либо вдвоем, но одно мы его никогда не увидим. И по легенде, Пуфлесса упала на землю и превратилась в необычного зверька. И тем временем Купидон прогуливалась рядом с рекой и мечтала о встрече с Декстером. И тут Купидон услышала звуки о помощи. Она обернулась и увидела, что кто-то барахтался в воде. Это была Пуфлесса, но только она уже привела необычный вид, приняла. Она кричала «А!» и говорила «Нам становится понятно, что она просила о помощи». Купидон спасла Пуфлессу и решила отнести ее к себе в комнату. Пуфлесса была очень счастлива тому, что ее кто-то спас. Купидон очень понравилась Пуфлесса, и она решила оставить ее себе. Купидон стала думать, как бы ей назвать нового друга. Но тут необычный зверек сам произнес свое имя. Она сказала Пуфлесса. Купидон подумала, что зверек говорящий, но кроме своего имени она больше ничего не произнесла. Теперь Купидон и Пуфлесса лучшие друзья. Здесь я изобразила Купидона и Пуфлесса, как они очень рады встречать друг с другом. Теперь давайте поподробнее узнаем о Пуфлессе. И вот так вот я сделала свою анкету. Так она выглядит. Здесь я изобразила вот такое облачко в первоначальный образ Пуфлессы. И ее вид, который приняла она, когда попала на землю. Имя Пуфлесса, особенный вид, сахарное облачко, характер. Пуфлесса очень милая, нежная и романтичная натура. Она любит прогулки на свежем воздухе, но не любит находиться близ водоемов. Ей нравится слушать советы других, обдумывать их и брать из них что-то полезное для себя. Пуфлесса очень ранимая натура. Она не может выносить предательства и вранья, а также унижения других. Если она узнает, что кого-то обидели, то она по возможности спешит утешить его. Любимый цвет Пуфлесса персиковый и розовый. Любимая еда – сахар и сахарная вата. И чтобы это подчеркнуть, я изобразила сахар и сахарную вату. Любимая фраза Пуфлесса – это пуф-пуф, сигар-пуфе, вин-плаве, ин-флайне. Друзья, давайте жить в мире и дружбе. Как мы знаем, что я сейчас сказала, что Купидон больше не услышала от Пуфлесса ни одного слова. Но это на самом деле не так. Она произносила звуки, но Купидон подумала, что это всего лишь звуки, а не набор каких-то слов. Но на самом деле Пуфлесса говорит на своем языке. Итак, теперь давайте я вам расскажу, из чего я сделала свою игрушку. Игрушку я делала свою, набивала ее хлофайбером. Также я ее сделала крючком. Для этого я брала белую пряжу. Вся основная часть игрушки, она белая. Также я брала красную пряжу для рта и персиковую пряжу, чтобы сделать ручки. Также я брала вот такую пряжу розового цвета, плюш для бантиков, и белую для ручки. Я сделала вот такой розовый носик и вот такие глазки. Итак, всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравилось и Пуфлесса произвела на вас хорошее впечатление. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...